итак свежая фотография готова к этому вебинару вот отсюда мы должны были начинать все что выше это сами знаете одни слова так и так значит я отрезал на прививку годом раньше вот эту ветку ниже скелетные ветки оказались разные из них оказалось ростовая одна почка ниже 2 2 плодушки смотрите это плодушка и вот эта плодушка так когда я отрезал утолстились год прошел также 1 умудрилась вот так вырастет все-таки это получается я вам покажу вот эти же это же дерево приросты больше двух метров у меня будет проблема ребята я специально на этом остановлюсь потому что это не моя проблема я умею вот такие вот прививать улучшена капулировка видно нет я не хвастаюсь я говорю причем что интересно значит почки вроде почкой рост то есть одна ветка допустим метр у основания вот такой толщины я легко улучшена капулировкой прививаю так вырастает метро высаживание я беру полутора метров ветку основания вот такая я надеюсь мне видно привил есть удача то и мертвая тут знаете как трудно прививать чуть-чуть попробовать с халтуре вот она полтора метра и наконец я беру вот такую вот и у меня нож наточен так внимание значит грязи сафронов вот второе место по качеству среди ножей которых я держал жизнь первое понятно это зеленгин если это правда если это не поделка китайской зеленгин вот это второе место у меня такой нож подарили до сих пор благодарю зеленгин отдал сергею как производитель саженцем этим спокойно привали вам покажу какие получаются красавцы а вот один везде на экране запомнила что здесь написано викторинекс да викторинекс швейцария гасите след швейцария вот антон валяйович я не знаю я всех вам футболе а вы куда футболите прекрасная известная фирма прекрасная только умудряется заказать нож прививочный приходит с двусторонней заточкой вон у меня два тут лежат я вам показывал и так что получается вот это вот заказ вот надо было сфотографировать разместить начинается человек взял у него есть амура сеянцева и сыновья манжурца вы знаете какой толщины там где он привател собрался от 15 до 24 сантиметров где моя линейка где моя линейка ушла ну короче я вам так могу показать вот видите большой палец я звоню ему говорю дорогой мне конечно не жалко вот эти самые те что на экране да я то их как раз и не могу отрезать потому что вы же их выбросите вы не сможете привить а он взял вот они вот они вот они все ну сливы по у него потоньше получили и он собирается лучшей капулировкой давай все таки потоньше а поперек расщепляй и делай нормальную прививку номер два по качеству ну в общем видите какие проблемы возникают из-за того что у меня саженцы ни разу не удобрены в прошлом году все лето были свидетели ни разу не удобрены ни разу не политы но за счет своей мощи по основанию манжурский абрикос воду найдут где угодно они как шахтеры вот так и дают такие приросты и так получилось чуть ли не минус вместо плюса то есть я горжусь приростами но еще увидим смотрите дальше теперь это я опять оттыкался вы видите что этот кончик я всегда режу под почку то есть выше почки но не получилось все таки этот аппендицит умер и нельзя его трогать вот здесь вот рану которая будет по размеру в три раза больше рано на концу это остается навсегда не то что замазать рану сделать вот тогда-то мороз то и попрет сюда а пока мороз был кончик отсох аппендицитик приросты двухметровые вот они поняли вот здесь самое главное это пока один снимок я вам сейчас десяток таких снимок покажу и у вас голова заболеет давайте смотреть где мы должны отрезать снимок старый лет 15 назад что смешного тут останется одна палка если у вас минуточку я уже обрезал когда я садил я сделал ошибку смотрите друзья я хочу чтобы отличали саженцы от саженцы а вы знаете сколько в Северногорске даже местные пролезут саженцы которые они имеют вообще просто то есть их выбрасывать надо по секрету берет с верхней части ветки почка сразу окупливается и не хочет расти а проводим его эти приказы как можно ниже и так я взял грушу однолетнюю и посадил я ее половину примерно может одну треть это снимок старая своему экстремизм я сейчас покажу свой экстремизм экстремизм вот я ее наверное на одну треть отрезал она у меня прекрасно прижилась так и в первый год дала а это случается часто менее ну или как их называть то менее развитые побеги ниже обрезки и только два верхних в таких случаях их называют ветки конкуренты одну приказано убирать вот тут отрезать это тоже страшная ошибка помните мою науку одно если убираете то я повторяю что ничего то оставляете 3-4 почки и она становится второстепенной не крупнее вот этих а вторая пошла себе дальше расти можно еще вот здесь отрезать почему на юге пронесло бы на севере у нас все должно все таки шире здесь отрежешь здесь дальше пойдут эти ветки шире теперь это в принципе можно еще даже вот эту ветку здесь сделать прививку руки чертся сделать и не беда такие груши не погибают никогда давайте смотрим особенности есть такое понятие как а это редкие случаи когда то что кто-то до меня написал утверждал я согласен если верхние ветки более мощные то нижние просто такого же возраста но более тонкие или не плодносят или плохо плодносят и вот тут поступает команда в виде книг журналов газет отрезать напрочь нахрен я вот такое слово применяю хоть неудобно при женщине ну не подберешь я начинаю волноваться когда такие вещи говорю то есть каждая на кольцо должна быть быть отрезана здесь начинается саженец вспоминайте те самые у них же там двух трех ветки в тех в горшках так же и вот это я говорю не трогайте а вот эту когда мы возьмем и подрежем то есть сделаем второстепенную она выбросить несколько боковых веток они будут не толще вот этих вот эту отрежем и начнется дальнейшее утолщение вот этих веток и нормально будут плодоноси теперь надо ли их подрезать дело в том что беда некоторых сортов груш некоторых в данном случае это груша лада заключается в том что они во первых это еще раз я вынужден это делать постоянно то есть как я должен делать постоянно дело в том что это все вместе красивый саженец пропорциональный но на самом деле это была боковая ветка если бы я ее не отрезал и не привел и тогда все было бы по-другому но раз уж она выросла такой у нее вот такие побеги это побеги не скелетные они скелетные но боковой ветки одной из десятков единиц но боковой вот и в таких случаях вопрос стоит так ну что будем делать отрезать железу запустить а можно ли их подрезать так и тогда я говорю друзья мои давайте так молодой саженец а вспомним человека который у меня выписал перед этим знаете сколько триста семечек груш уссурийских а вас ждет там что семена я вот хотела показать нижнюю фотографию видите у земли яблонь который надо было бы обрезать вот я сижу на земле высота ровно в мой рост вот здесь на нижних трех ветках было 46 яблок давайте я споцелую ну ладно потом смотрите друзья я надеюсь это видно ну среди ученых нашлась одна которая оказывается это я предсказал большое будущее ну сам не верю в это сейчас там умные не нужны помните уже не умные какие услуги или как там верные вот а вы там а вот а вот а вот покажите ее потом на большом экране но ухи пока умные не нужны и так значит что надо делать я к сожалению не готовил эту тему но поверьте мне вот это вторая ветка можно еще один Давай, давай, с удовольствием Давай, с удовольствием А чего вы ко мне приехали учиться? Это надо было мне к вам ехать Видели? Красота какая Да это я про вас Да это я про груши Смотрите, какие красавицы Ну давай еще ее покажи, крупный план Сейчас сделаю грушку Это нечего смотреть на девушку Вот смотрите, на грушу А начинается все вот с такой фотографии Смотрите сюда Итак Купил человек 300 семечек Я бы мог эти секреты не раскрывать Здесь он мог купить бы этот саженец У Сергея Он был примерно так же бы отрезан Потом ниже самое начинается тонкое объяснение Дотерпите только, да? Но человек выписал у меня семечки Подвоенных 300 груш Это последняя была, так? Он заплатил за это 6 тысяч рублей Ну скидки Я говорю, это как? Он еще много чего купил Потом я все-таки общую скидку сделал Но если бы без всяких Первый заказ Только груши Это 300 штук 6 тысяч рублей То есть Что дальше? Схожесть великолепная Я потом покажу отдельно Или как, или еще времена А, придет же март И я вам по фотографии В этом самом В феврале Показываю Засыпал песком Их же показываю Через 2 месяца Вот они половину уже наклюнулись Только успеваю высаживать Но я хочу сказать Как быстро перейти Не просто сад Можно им полсотни груш Полсотни сортов Рассказываю как анекдот И вам и всем Ну извините Все испортил Все Передача испортил Значит Заезжаю я к этому Договориться Чтобы черенков нарезать Почему? Вот У него рыжина Это моя испорченная фаина Но отдельное дерево Под названием Сказал Ну Ну Ветчик 20 нарез Ветчик 10 Лимонка Скромное яблочко Второе место Дегустации заняло Представляете На выступке Вот тебе лимонка Сколько? Ну 10 ветчик Ну и так далее Поговорим-говорим И вдруг он мне говорит Художник Все в облаках Витает Да Саженцы Да Саженцы Он это Не хочет выращивать На продажу Мы Это Мы Как сказать Небожители мы Этот небожитель У него урожай Был страшнейший В этом году А я забыл Фотографию Я все-таки делал фотографию В этом году Вот А это Это не его? Нет Это не его Это мое Это Жигулевский Ну ладно Потом Потом Вы не видели Я показывал Его вот это Произведение И вот Он говорит Я Груш продал На 15 тысяч рублей Продал Впервые Я с ним такое Как? Я беру А вообще касается Извините Нам же кушать-то хочется Вот Я про коньяк не мечтаю Ну хоть на самогонку Такую Это Деньги Нужны И вот Значит Мои деньги Вот Видели Приходили За деньгами Вот Так вот Слушайте дальше Значит Клёчек беру Обыкновенный И иду на рынок Слушайте внимательно На рынке Таких груш Как у нас А ведь это Сейчас моих черенков Я поэтому У нас Так Нагло Вот Таких черенков То есть Таких груш Сроду не едали Ну там Полукультурки Вот Потом Это Я показывал Эти же самые Свароги Свароги есть на рынке И вот Он подходит И достает Грушу Одной А там Многим чем торгует Овощи Всё Вот Ко второй Ко третий И просто Раздаёт эти груши Он оказывается Умнее на всех Потом Обратно идёт Ему говорят Эээ Ведёрко И эти же торгальцы Которые продают Капусту Морковь Ну все Сами знаете Много заказок Продают Он приносит А он рядом живёт Сейчас с этим Я знаю Пешком ходить можно И всё С пятнадцать тысяч А что Съели Вот Мы тоже Могём Коммерсантами быть Ладно Пусть у вас фотография Хочется обнять Пусть стоит Когда Что у вас Яблоки На таком расстоянии От земли растут Ну праздник же Ну мой праздник Вот Пятнадцать сантиметров От земли было Значит я не болту Я специально С линейкой Сфотографировала Хух Посмотрим А ваши эти Мичуринские Метр голый Штамп Ежеветчин Все проехали Итак По делу Теперь смотрим Тех кто у меня Триста семечек заказал Сто семечек Тысячи потратил Проходит Два года Или у Сергея Выписал готовый Проходит После этого Еще Вот То есть Допустим Сейчас выписал А в 2001 году Вот такой будет К осени Берем секатор И начинаем Резать Тут оставляем Не больше Четырех почек Вот эти Тут оставляем Дерево Маточное Тут уже не до красоты Ребят Тут Вот тут Режем Оставляем Три-четыре почки Вот эти Так считаем Надо научиться Одним движением Делать Вот как мы учили И тогда С этой ветки Можно сделать Три побега Ну с этих Пону Дальше нельзя Лезть сюда Вырастет То самое Вырастет Прекращает Рост Хоть ты Убей его За Заливание Водой Закармливаешь Что угодно Молитесь Топором Размахивайте Как вот Усят А вот топором Помашите А? Не Серьезно Я слышу Три пересадки Сделаете Сейчас Сразу Крутой Станет Или подрежьте Корни Да Да Кстати Или корни Подрежьте Но крону При этом Нельзя трогать Вы что Пусть Дохнет Вот пожалуйста Вам и Кусочек Коммерции Но это еще Не все Итак Я сегодня Коммерсант Оставьте Его в покое Свяжите Еще вариант Не один Вот так вот Толстый Толстый Веревка С руку Когда он Расти будет И Не подходите Вы получите 10 20 Практически Ежегодно То что вам Сказали Там Это Сегодняшний Разговор Что Жигулевская Давайте Покажем Итак Наконец-то Я взял Самый крупный Жигулевская Все Ждал Ждал Вот оно Смотрите Внимательно Я его не успел Взвесить Ну Грамм под 400 Да Будет 380 Где-то Так А я Для чего Я вам Приготовил Вопрос Такой Вы смотрите Они росли Рядом На одном Дереве Так Вот Вот Это И Вот Это И Это Жигулевская И Это Жигулевская Вот Я хотел Задать Вопрос Но я Опять Ушел В сторону Елена Сам Редкий Вось Скажите Елена Сам Нет Я Обращаюсь Как Ученого Потому Что Я могу Догадываться Но Знать Не Могу Я Возьму Косточки Отсюда И Косточки Семечки Отсюда И Отсюда Посадили Вырастили С Вопрос Какой Из них Этот Переживется Гораз В зиму Так Вот И Третий Вопрос Еще Третий Я уже Не буду Давайте На эти Два Ответьте Мне Ну Никто Никакой Гарантии Даст Не Может Что Из Большого Если Возьмем Косточки То Вырастут Большие Плоды И Если Посадим Мелкие Семечки Вырастут Мелкие Вообще Никакой Гарантии Нет А Почему Ну Чего Он не должен В родителей Ити Он Может Пойти В родителей Но Это Не Сто Процентов Он Может Пойти В родителей Он Может Пойти И Ну В другую Сторону Может Быть Конкретно У этого Яблока Были Более Выгодные Условия Местоположения На ветке Ему Досталось Больше Солнца Может Быть Может Быть Вот Тапочка Просто Опылилась То есть прилетела пчела Вот На этот цветок Села пчела У которой На лапках Была Одна пыльца А на тот цветок Села Друг С друг Ну Ну и последнее То есть нет Никакой гарантии Что сто процентов Работает С семечка Вырастет дерево И с этого Вырастет дерево Это Однозначно Какое перезимует С 40 градусов Зима С этого Или с этого Тоже нет гарантии Никакой Что Вот конкретно С этого Перезимует Я не берусь Утверждать Тогда Я не случайно Это вопрос задал Вы правильно То есть как ответили Но это стандартный ответ Извините Вы мне другое Теперь скажите Если вы все еще Сказали правильно Я с этим согласен На хрена Вот это вот Дальше семечек выращивать Зачем вообще Можно их выращивать И семечек Чтобы получить Там допустим Хороший подвой А потом на него Вот с этого дерева Срежьте Черенки Привейте На тот На хоро Сам на себя Почему Сам на себя Вот с этого дерева Маточного срезать Черенок И привить Вот тогда точно Будет хорошее Уже я не думаю Что дичка вырастет Точнее Я уверена Что дичка Не вырастет Значит Моя ученица Кузнецова Екатерина Она же Наш Вот этот Мой администратор Моего сайта С моих Восьмидесятиграммовых Хорин Вырастила Тридесятиграммовые Так Это Достижение Или Разочарование Это Как вы на это смотрите Я про это уже говорил А ну я может быть Не слышал Дело в том Что это Самое Я противник Я не могу Я не президент Допустим У меня есть Сложилось Вомнение Если бы я Еще на Пять минут Чтобы издать указ Вернуть власть Я так иногда делаю Это мой прием Значит Я бы написал Запретить Всем ученым До единого Заниматься Селекцией С помощью Искусственного Или даже Естественного Пыления Все Все есть Подвои есть Привои есть Занимайтесь этим делом И вот тогда Она же как Получилась Я говорю о серьезных вещах Я надеюсь Что когда-то Может вы ей заметите С этим делом Вам все карты В руки будут У нее получилось 30 граммов Они красивые Все Они вкусные Обыкновенные Но они 30 граммовые Они потеряли 70% 60 веса Да Вот А дальше Берем теперь Веточку Не с моего Вот этого Роскошного дерева А с ее И снова Прививаем И опять На манжурский абрикос А хорошо бы Чтобы у нее были Свои манжурские абрикосы Чтобы кончики Как у меня 30 лет с одного дерева Брать Вот На следующее Поколение Они будут уже 40 50 60 Оно уже не надо У нас уже есть 80 Зачем повторять путь Мы загубили А Я серьезно Все говорю Мичурин говорил Как Что мы загубили Многие сорта А я Загубили как Сорта В виде Выросли семечка Он еще Начал свисти Мы еще не знаем Что там Но это сорт А Сорт Б Получили Плоды А они К черту не годятся Он считает Что загубили Это его фраза А я считаю Что у нас сейчас В стране Таких сортов Столько Да Вот Ведь Хотите верьте Хотите нет Неудобно говорить Я так дружу С этим человеком У них Жигулевские Я про науку Только не буду Капомер говорить И даже адрес А у них Жигулевские Вот такие Вот А у меня Это просто Недоразумение Что оказалось Вот Вы видели Вот это дерево Я сам Ходил в ужасе Ходил вокруг него Это было еще Не самое крупное У меня До забора Дерево На заборе лежало Какое там Сохранить Я о чему говорю Технология отработана И сейчас Мы можем вернуть Истинную крупность Помните Те абрикосы Что мы ели Вот Вернее Собирали Вот Истинную крупность Вот это я имел ввиду Но я отвлекся Это вы мне показали Пальцем на эти плоды Вот Сейчас еще Я упомянул Это очень важно Я упомянул Кузнецову Значит Катерину Она мне позвонила 20 лет назад И сказала Валерия Константинович Я вам вышла Подарок Там лежа Там мед Там еще что-то И экстракт огневки Повторяю ее слова Друзья Запишите Экстракт огневки Она настолько серьезная девочка Хотя это и бизнес Но она Как сказать Она сразу сказала Вы что Может не стоит говорить Потому что Действие только наберу Семья Из 10 человек Заболела вся Не то что никто не помер По словам Они все перенесли В очень легкой форме Вот И говорит Это я вам высылаю Экстракт огневки Я бы записал Вот Теперь Здесь уже Я видел Расшифровка Ну не успеваем Ребята В следующий раз покажу Или кому очень хочется Ну допишите письмо Я Просто поищу Да и все что такое Нет нет У нее как бы Готовая Ну как Понял Технология Видимо Я получу И еще я буду делать Пить Глотать Или мазать В одни места Я же не знаю Поэтому Это настоящий вебинар Вот Так что Спасибо Катерине Вот Это я Затея абрикосов Вот Когда Годом раньше Валерий Костянович Два плодика Было А нас 8 Ну мы взяли их Вытасили кольску И разрезали на 8 частей Это был праздник Был вкуснее А зачем им передо мной Это самое Врать то А в этом году У нее уже был урожай А я показывал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok